Всем доброго времени суток! У нас в Австралии конец осени и целую неделю было сумрачно сначала дождливо, а потом стало холодно темно, невозможно было снимать и просто технически слишком темно и цветы тусклые, и настроения не было снимать и у нас даже были зарегистрированы два самых холодных дня в истории Брисбен за последние 100 лет два холодных майских дня только не смейтесь, было 15,5 градуса днем ночью было 12, это же по-моему 13 тут у нас но вот такое вот событие два холодных, холоднейших дня за последние 100 лет 15 градусов я улыбалась но было правда действительно очень сумрачно, пасмурно, темно и снимать было невозможно никакие цветы и вообще ничего в саду также цветет моя королевишна она растит новый рост, новые бутоны так что ее цветение будет продолжаться невероятная красота и еще у меня открылась котлейка вот недавно у меня цвела очень и очень похожая очень и очень похожая немножко не такая лимонная она была или можно сказать поли-лимонная это наверное лайм цвет а та была желтая и с более сочной, яркой, желтой тоже серединкой по-моему у нее даже такой слегка розовый краешек был рюшечек на губе а у этой белый рюшечек вообще-то есть что-то розовенькое но на камере не видно вот и я так поняла что это одного помета щеночки у меня та была безымянная а эта была с именем и я была очень рада когда увидела ее бутоны сейчас покажу что тут написано этикетка уже разломалась изгнила должна была быть котлет трианай сырулия сырулия трианай бог ты мой но когда у нее чуть приоткрылись первые бутончики зеленого абсолютно зеленого цвета конечно я поняла что это не трианай что это ошибка и когда она начала открывать свои бутоны я поняла что это почти копия той моей уже отсветшей безымянной то есть имени нет и у этой тоже котлеи но я догадываюсь что это с энциклией эпикатлея какая-то и я даже догадываюсь что возможно тут есть энциклия руфа я покажу ее фотографию это невероятной красоты энциклия вот похожие цветы и вот строение цветоноса такое пышное она придала ну какая-то котлейка тут есть не знаю кто ну вот а ты не летчик а я была так рада вот так вот нет я все равно рада она очень красивая не так невероятно душистая как вот сама энциклия руфа славится своим ароматом все восторгаются и восхищаются у нее такой легкий парфюм у этой котлейки красивая котлейка первый раз цветет ну вот так вот и еще у меня открылся топаз классик сейчас я покажу с другой стороны всегда пышный букетик наверное интермедия тут есть в этом гибриде роскошный аромат цветочки простенькие небольшие у нас симпатичные очень таким букетиком стайкой такой она цветет вот такие вот цветы и она пахнет гиацинтом очень сильно приятный такой аромат насыщенный цветочный красивенькая котлейка она одна из моих первых еще на заре моего коллекционирования я собирала когда-то ее купила вот она довольно-таки пышная обгорела на солнце листочки у нее где-то она стояла на ярком солнце но я же говорила уже что это помогает котлеем в общем-то зацвести особенно упрямым котлеем если они не цветут отставьте на яркое солнце даже немножко если пригорело то не страшно просто затяните тогда отставьте немножко вглубь и еще одна у меня зацвела котлея ну с этой конечно не сравнится наверное никакая или мало какая вот вот какая это редкая котлея редкая для орхидейных коллекций а называется она котлея эльдорадо первый раз цветет котлея посмотрите сколько у нее цветов 5 вот эльдорадо она характерна вот такой вот своей контрастной губой внутри ярко желтая а по краям такая луна фиолетовая ну и конечно восхитительный розовый сиреневый у нее очень красивый и еще ее называют котлея валисиай это по имени первооткрывателя ее и она природная для амазонских князин и мокрых лесов еще ее называют котлей золотой земли она очень компактная она может цвести в 10 сантиметровом диаметром горшочки вот она славится своим ароматом компактностью обильностью цветения красотой и когда в этих амазонских лесах начинаются дожди это именно и провоцирует цветение ее и она нуждается в отдыхе в зимнем где-то 15-20 дней она должна быть сухой много конечно вариантов ее от светло-светло-розового до такого светло-карминного оттенка еще характерно то что ее цветы вот как и у мессиа и у лобиаты не открываются полностью они такими колоколами это ее такая характеристика она уже цветет у меня долго уже целую неделю все буду открылись но вот такой формы это котлея тоже да и олива фурака один из гибрида участвующий вот в этом кроссе тоже полностью не открываются цветы многие котлеи полностью не открывают свои цветы это не умаляет их красоты ну вот вернулись наши зимние дни настоящая наша квинсленская зима вот так выглядит днем 20 22 ну 19 может быть в холодный день ночью 12-14 иногда теплеет до 15 иногда холодает до 10 обычно но даже пару раз было и 8 прошлой зимой ночью только плюс 8 очень красиво цветут деда старика арховода гибриды это его произведение произведение я показывала уже цветение этих всех котлей бедной стом полуночный шторм красивые цвета у нее ну вот это бледная какая так и осталась бледная она не потемнела она немного насыщеннее на самом деле но все равно она желтая была она была лимонно-желтая с немножко розовым оттенком с ярко-розовой губой так вот меняются цветы меняются и это очень светлое по сравнению с прошлыми годами с прошлым годом она первый раз целая у меня в прошлом году прошлой зимой и вот еще один шедевр я хочу вам показать да и волкириана моя цветет вот такие вот цветочки нежные воздушные но она цветет уже так давно давно долго цветут и держатся цветы и волкирианы ароматная она очень а вот какие пчелы 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 конечно же их нужно снимать только на свету днем тогда это такой неописуемый восторг такая лаковость и бархатность губы вот сочетание губа не блестит только лепестки и вот этот желтый и бордово-красный ну вот пчелы пчелы и все цветы небольшие какие пышные букеты вот очень-очень лаковые крепкие восковые цветы и бутончики были похожи на пчелок но не могла я снимать потому что как было темно у нас не передать необычно непривычно да и я свои видео всегда выкладываю где-то с недельной давностью потому что я не успеваю в одном виде все показать поэтому другие расцветающие котли я снимаю и у меня уже очередь из этих видео поэтому вот это вот в конце нашей осени в конце мая видео я скорее всего выложу в начале зимы так что не удивляйтесь если я говорю про май да это называется значит гибрид котлея deception drop 4N опять-таки тетраплоид на лилию кетлю сузан холкомби джафа оба гибрида это гибрид котлеанти чоколадроп и вот этот чоколадроп вот он сыграл свою роль потому что там у Тата урантика ну это чоколадроп гибрид из этого состоит deception drop это пеникурода на котлеанте чоколадроп а сюзан холкомби лилия кетля это котлеанти чоколадроп на котлеанти озди сансет ну и таким образом в роду у этой чудной котлей у нас гутата аурантика акландиа ну и конечно вот это озди сансет и пеникурода дает плюс интермеди плюс давиану даже есть такие классические не только давиану мессиаи тенеброза гаскелиана и пахнет она пахнет сливовым вареньем такой у них фруктовый аромат очень экзотический цветов много на каждом цветоносе первый раз цветет котлея первый раз вот что значит тетраплоид один из гибридов у этой котлеи да deception drop у меня уже есть в другом гибриде комбинация участвует ну и сезон холкомби тоже пару раз встречалась я помню очень часто используемый гибрид для сотворения других гибридов и love sounds агори вообще цветет всю осень всю нашу осень и в